Благословение послушания Вообще, скажите, пожалуйста, вам нравится, когда вам подчиняются, вас слушают? Нравится или нет? Скажите, да или нет? Ну, а вы сами послушны вообще? Послушайте, на работе, дома, в церкви. Вы знаете, что сделаете? Спросите от ближнего, кто возле вас. Ты послушный? Ты послушная? Послушайте. И если человек отвечает, да или нет, вы смотрите на лицо. Если покраснел, значит, есть проблемы. Если так нормально, значит, все нормально. Спросите своего ближнего, ты послушный? Ты послушная? Пожалуйста, не стесняйтесь. Ну, вы заметили покрасневших, да или нет? А теперь послушайте, смотрите. Вот наш физический рост – это вопрос времени. Интеллектуальный просто или наше образование – это вопрос наших усилий, нашей учебы. А вопрос духовного роста – это наше подчинение и послушание. Еще раз. Если вы хотите, желаете возрасти духовно, это невозможно без подчинения и послушания. Поэтому эта тема, она настолько актуальна, что это путь или метод Божьего обеспечения, как Бог обеспечивает, благоставляя свой народ. Путь к этому – это наше послушание. Вообще, например, что заставляет человеку уклоняться от жизни с Богом? Не верьте Богу. Что заставляет человек это делать? В основном бунт или непослушание. То есть, вот когда человек услышал обличение истины, он может просто не подчиниться или восстать, бунтовать, как Каин. Я не согласен, мне это не нравится. Чем все закончилось, вы знаете. Или наоборот, послушал обличение и подчинил себя, как Давид. И все в ее жизни изменилось, и Бог обильно благословил ее через это. Поэтому, первая моя мысль, что такое непослушание? Непослушание – это неповиновение, это непокорность. Это корень всех человеческих проблем. Поэтому, вы видите, непослушный – это человек, не исполняющий повелений и приказаний. Скажите, пожалуйста, какой первый грех был совершен человеком? Какой? Непослушание. Это удивительно. Я сам для себя это говорю, для меня это как откровение. Я об этом слышал, учил, может быть, неоднократно. Но сейчас то, что я говорю вам, это для меня, я говорю как откровение. Почему? Потому что я уже сказал, первый грех, который человек совершил, это было непослушание. Почему, например, согрешил Адам? Из-за бунта или непослушания. Скажите, пожалуйста, смотрите, Адам не сотворил блуда, он не употреблял наркотиков, но он не только потерял Едемский сад, а все через него стали грешниками. Вы представляете, рай был навсегда потерян. Почему? Из-за непослушания. Мы, люди, просто мало на это обращаем внимания. Мы соглашаемся, что мы грех унаследовали от Адама. Но почему, Адам, ты это сделал? Почему он согрешил? Из-за непослушания. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешники, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Вот, смотрите, цена непослушания и цена послушания. Что же натворил Адам? Он просто, вместо того, чтобы подчиниться Богу, он послушал свою жену Еву. И все закончилось для них печально. Вообще, я собирался этот урок преподать нашим детям, которые начинают учебный год. Но они в основном уже ушли. Но я надеюсь, учителя им все это передадут. Вот, но я хочу вам сказать, что мы, когда идет речь о послушании, мы думаем, что это относится к детям. Но я здесь, чтобы сказать, это не только к детям относится. Вы готовы сказать Аминь? К сожалению, наше поколение, оно неохотно связывает себя с послушанием. И им это все как бы даже мало интересно. Но следующая моя мысль, послушайте, что такое послушание? Обратите на это внимание. Это подчинение, повиновение, покорность. Здесь, в принципе, для вас ничего нового вы не слышите. Но обратите внимание на следующую мысль. Послушание, отложенное на потом, это неповиновение или непослушание. То есть послушание – это действие без промедления. Проверяйте, настолько вы послушны. Поэтому истинное послушание всегда бывает послушанием безотлагательным и немедленным. У вас было такое, что вас что-то попросили, вы говорите, хорошо, я сделаю. А потом или не сделали, или забыли. Даже если вы сделали потом, оно не имеет того веса и той цены и того значения. Послушание – это дело, сделанное вовремя. Именно сделано тогда, когда тебя попросили. И я хотел бы, чтобы этот урок вы передали и взрослым, и детям. Еще раз послушайте, например, никто так не отлагает любое предложение или дело на потом, на завтра, как ленивые люди. Они всегда соглашаются, я это сделаю, но я сделаю это потом. Почему? Потому что эти люди ленивы. Поэтому, еще раз повторяю, кто меня слышит, послушание отложено на потом. Это есть непослушание. Благодарю за понимание учителя. Вы можете тихонечко идти к детям, а мы продолжим наш урок. Спасибо за то, что вы были вместе с нами, кто был. Пример из Библии или пример Иисуса Христа. В Библии написано так. Хотя Он и Сын, однако страданиями научился послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником вечного спасения. Виновником вечного спасения. Почему это у Христа получилось? Потому что через страдания Он научился послушанию. Поэтому быть ребенком – это хорошо, а быть ребенком послушным – это совершенно другое дело. Запомните, величие мужей Божьих измеряется степенью этих людей, степенью их послушания. Когда Бог говорит, вы согласны со мной хорошо, когда мы это делаем, когда мы подчиняемся. В таком варианте мы блаженны. Запомните, мы можем рассчитывать на помощь Божью, только если мы послушны Ему. Итак, моя тема сегодня – благословение послушанием. Что может сделать нас счастливыми? Послушайте. Не перемена обстоятельств, о которых мы мечтаем, но наше подчинение сердечное Богу и людям. Итак, давайте мы пойдем чуть дальше. Благословение послушания. Следующая моя мысль – важность послушания. Почему нам необходимо быть послушным? Важность послушания. Пока вы смотрите на этот текст, скажите, пожалуйста, вы помните историю Иосифа? Как Бог его поднял и возвысил до руководителя страны? Вы знаете, как он достиг этого положения? Благодаря послушанию. Да. Благодаря послушанию. Бог его поднял так высоко. Вы здесь видите, и отвечал Самуил. Неужели в сослужении жертвы сколько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше только вновь. Запомните это. Хотя бы некоторые истины. Запомните послушание лучше жертвы. Скажите вместе со мной. Послушание лучше жертвы. Почему это важно услышать? Потому что много тех, которые вместо того, чтобы повиноваться и подчиняться, пытаются Богу приносить жертвы. Еще раз, занимаясь каким-то служением, но эти жертвы Богу не угодны. Все начинается с послушания. Еще раз, послушание больше жертвы. Хорошо, я приведу вам такие практические примеры. Есть у нас такой брат Артур Иванов. Есть он здесь или нет? Поднимите руку. Хороший брат. Вот представьте себе вот такую ситуацию. Вы знаете, что он там на входе приветствует всех? Такой, ну, very nice guy. Весь улыбается. А вот представьте себе, если бы он так вот поприветствовал там с полчаса ваш час, а потом убежал где-то в американскую церковь. Как бы вы вот растенили все это? Ну, он просто, он мог сказать, я же выполнил там свою работу, всем поулыбался так. А потом раз, ищет где-то послушание больше жертвы. Или, например, Артур Иванов решил просто благословить пастыря, и собрание началось, а он побежал цветы купить там. Вы меня слышите, да? Это неплохо, но послушание больше жертвы. Сегодня люди утешают себя, что они что-то делают для Бога, какими-то делами заняты. Даже на их, по их мнению, серьезными делами. Но все это ничто, это не имеет никакого веса цены, если вы не научились слушать. Эту школу проходил Давид, эту школу проходят многие. И пока Бог не подчинил Давида себе, он его не мог использовать и употреблять. Если вам это все неубедительно, то я скажу вам такую вещь. Коль не можешь подчиняться, сам приказывать не смей. Или другими словами, если ты не подчиняешься, тебе никто подчиняться не будет. Или, например, работа ваша, послушайте меня, не имеет значения никакого, сколько у вас начальников. Вы работаете для Бога. Еще раз, вы работаете для Бога. Потому что Библия говорит, все, что вы делаете, делаете как для Бога, а не как для человека. Если я на работе должен это делать как для Бога, то тем более в Церкви Христовой. Как бы я хотел, чтобы этот урок мы услышали все своим сердцем. Послушание лучшей жертвы. Даже если вы остального не запомните, запомните хотя бы это. Послушание больше жертвы. Если вам неубедительно то, что я сказал о Адаме, то послушайте меня сейчас. Бог отверг Саула не за блуд и не за наркотики, а за его непослушание. Он имел величайшую позицию, он был царем в государстве. У него было прекрасное начало, но не желая подчиняться или поступая по собственному произволу, он был отвергнут Богом, он потерял все. Если все это неубедительно, послушайте еще несколько вещей важных. Без истинного послушания ничто не угодно Богу. Запомните это. Без истинного послушания ничто не угодно Богу. И вы там видите в первую очередь исповедание имени Его. Почему? Потому что, смотрите, Христос говорит, что вызовете меня, Господи, Господи, и не делайте то, что я вам говорю. Если я не делаю то, что Бог желает и ожидает от меня, то если я что-то и делаю, оно Богу оказывается не угодно. Дальше, послушайте, без истинного послушания наша молитва Богу не угодна. Почему? Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога, творит волю того Бог, что слушает. Еще раз, без истинного послушания ничего Богу не угодно. Это серьезно. Хотя он и Сын Божий, но страданиями он приобрел навык. Он научился послушанию. И если человек не научился, например, послушанию в воскресной школе, он учится по жизни через страдания. И если он научился этому, значит, он не напрасно прожил жизнь и время. Поэтому, смотрите, и пение Богу не угодно, если нет послушания и сердечного почитания. В Библии написано, «Приближаются ко мне люди си устами своими и чтут меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от меня». Послушание. Еще раз, послушание. Еще раз, послушание. Еще раз, еще раз. И так, если мы пытаемся или желаем угодить Богу, мы должны пересмотреть свою жизнь. Насколько мы подчинены, насколько мы послушны в своем доме, своим мужьям. Насколько мы послушны в церкви. Насколько мы послушны на работе. Есть люди, которые послушны, только когда на них босс смотрит или начальник. Есть люди, которые послушны, пока все движется по их плану. Но если кто-то скажет, не делай это или делай это, они готовы уйти неизвестно куда. Надея, что они делают большие дела для Бога, должен быть правильный фундамент, должно быть правильное основание. Поэтому послушание, запомните, это самое надежное, можно сказать, доказательство нашей любви к Богу. Люблю я Бога или не люблю, все зависит от моего послушания. Смотрите, как написано. Иисус сказал им в ответ, кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него что? Сотворим. В чем здесь основная проблема? Послушайте, многие люди непослушные, они говорят, я Богу послушен, я Богу послушна, и я хочу все, что делать для Бога, и то, что Бог мне говорит. Но сейчас послушайте Меня внимательно. Что об этом говорит Библия? Библия говорит так, слушайте Меня, слушающий вас, Меня слушает, а отвергающий вас, Меня отвергает. То есть, другими словами, человек, который покорен человеку, тот Богу покорен, а не покорен человеку, он Богу не покорен. Все люди, которые живут в неподчинении, они переходят в подчинение Божье. К сожалению, Бог этого не принимает. Кто слушает вас, а иначе как проверить все это? Если мы любим ближнего, то мы любим Бога, так или нет? А если мы не любим ближнего, то мы можем воспевать это многократно, но Божье сердце понимает, там нет должной любви в сердце. Поэтому обратите на это внимание. Еще хочу сказать, скажите, пожалуйста, например, если вы работаете в любом магазине или там по производстве, как долго вас будет держать начальник на работе, если вы непослушны? Кто-нибудь может мне сказать? Я думаю, что недолго. И обратите внимание, как Бог милостив к нам и как Он долго терпит каждого из нас. Но еще раз повторяю, послушание больше жертвы. И это мерило нашей любви к Богу. Если вам это все неубедительно, еще раз. Слушающий меня или слушающий вас, меня слушает. Подчиняющийся вам, мне подчинен. А отвергающий или непослушный, он не послушен вообще. Поэтому, в моем понимании, научиться послушанию – это самое главное в нашей жизни. Еще раз. Научиться послушанию – это самое главное в нашей жизни. И я вас вдохновляю. Вы можете написать над своей... В своей спальне. Там, где вы спите. Вы можете это написать в вашем офисе. Всецело, охотно, немедленно. Если входящие прочитает этот текст, и, может быть, не до конца будут понимать, о чем идет речь. Вы им объясните. Еще раз. Подчинение, оно эффективно, оно приносит благословение, если оно вовремя. Если оно полное, а не частичное. Если оно от души, а не потому, что требует кто-то от тебя, и действует незамедлительно. Я это сделаю прямо сейчас. И чем быстрее ты делаешь, откликаясь на призыв, тем лучше ты поступаешь, и тем больше ты получаешь благословение от Бога. Или сейчас, или никогда. Все, что вы откладываете на потом. Говорят, потом. Дальше я вам не скажу. Но как многие, многие откладывают на потом. В результате в жизни нет благословения. В жизни царит хаос. И он живет в неудовлетворенности. И те, кто просят его что-либо сделать, они тоже недовольны. Если мы поймем, что такое послушание, мы можем кардинально изменять свою жизнь и действовать благословением, служить благословением для других. Бог приготовил особое благословение для тех, кто повинуется Ему. Поэтому наша мера полезности зависит от нашего послушания. То есть мы можем что-то делать и приносить минимальную пользу, а можем быть максимально полезны. Все это определяется послушанием. И запомните, если человек послушен, то где бы он ни работал, с кем бы он ни пересекался, его будут благословлять и оставлять на работе снова и снова. Послушный – это человек, который делает больше, нежели даже его просили или просят. Он всегда делает чуть-чуть больше с избытком, потому что все делает от души. Последнее послушание, важность послушания – это индикатор состояния нашего сердца. В каком состоянии наше сердце зависит от нашего послушания. Смотрите, как написано в Библии. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. То есть кому вы послушны или чему вы послушны? Тому вы и рабы. Еще раз. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. Есть единственное рабство, которое приносит благословение и свободу, если ты раб Иисуса Христа. Причем раб добровольный. Тебе когда-то прокололи ухо с твоего согласия. И ты сказал, я сделал выбор. Я раб Иисуса Христа. А коль ты раб Христов, то ты не можешь жить в непослушании, потому что если ты не покорен людям, ты не покорен Богу. Какое благословение жить в послушании. Поэтому наше сердце свидетельствует о нашем Господине. Кто мой Господин? Вообще в Библии написано, что дьявол, он отец всем сынам гордости. Это люди, которые не способны слушать. Или они слушают, когда идет все по их плану, по их пониманию и предположению. Но когда что-нибудь, кто-то говорит против их воли, они тут же занимают свою позицию, отвергая простое послушание, отвергая волю Божью относительно своей жизни. Кто твой Господин? Итак, послушание лучше жертвы. Суть не в том, что ты делаешь или чем ты занимаешься, а суть в том, ты послушный. Послушно или нет. Послушание больше жертвы. Грех непослушания лишил человечества рая, а грех перешел на всех человеков. Но смотрите, послушание Марии. Вот смотрите. Слышит она пророческий голос. Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего синит тебя. Вдумайтесь. Мария понимала, когда ей было сказано, что ты родишь сына без участия мужа, и последствия будут серьезные, вплоть до того, что тебя могут побить камнями. Но что Мария сказала? Да будет мне по слову Твоему. Результат послушания великолепен. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Еще несколько вещей, хотя бы сколько успеть, результаты непослушания. Первая проблема – это глухота или обольщение. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Скажите, пожалуйста, бунтующим людям, недовольным людям, им легко подчиняться или нет? Невозможно. Или, например, дети, когда они бунтуют, возмущаются, им легко подчиняться? Они даже не хотят тебя слушать. У них даже нет намека на послушание. Почему? Потому что внутри у них что? Протест. Поэтому написано, наблюдайте, как вы слушаете. Поэтому наша природа человеческая, она склонна к непокорству, а результатом непослушания будет глухота. Что это значит? Человек, слушая, не слышит. Наблюдайте, как вы слушаете. Вообще, атмосфера последнего времени – это обольщение, и оно идет от непослушания. Я хочу на это обратить особое внимание, потому что человек, который находится в обольщении, он верит, что он прав. Хотя на самом деле это совершенно не так. Послушайте. Вот смотрите. Будьте же исполнители слова, а не слышать ли только обманывающие сами себя. Вот послушайте. Если человек живет в непослушании, его обмануть, как говорится, расплюнуть. Ему принят новые учения, изюм. А их сегодня одна идет волна за волной. Все лучше и лучше. Вчера я слушал одно проповедник, когда он говорит так очень громко. Все, что не попросите, получите. И ударение только все, что не попросите. Потом идет на другой стих по воле моей. Это здесь неправильно. Написано, он начинает объяснять, как правильно. Все, что не... И все так оно располагает, вот как бы нравится, а нам чего только не хочется, правда. И смотришь, вот сколько таких тонких нитей, которые уводят человека неизвестно куда. Почему люди попадают в оболщение? Потому что они непокорны. И вот это дьявольские сети, они уже ждут таковых людей. Господи, сохрани нас от этого. Следующее, это лишение себя благ и долголетия. Почему? Потому что написано, почитай отца твою и мать твою. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь то? Долголетие на земле. Что это значит? Родителей не выбирают. Родителей дал тебе Бог. И независимо, какие у тебя родители, твое почтение должно быть к ним абсолютное и правильное. Иначе ты лишаешь себя благ, ты лишаешь себя долголетия, ты лишаешь себя многим, многих благословений. Часто люди подчиняются только тогда, когда это совпадает с их планами, желаниями и их пониманиями. Поэтому Христос, несущая, но будучи Господом, Богом неба и земли, омывал ноги ученикам. Он был покорен, смирен и послушен. Следующая моя мысль, я сейчас уже, мы будем молиться, это открытая дверь для дьявола. Это результат непослушания. «Ибо непокорность такой же грех, как волшебство и противление тоже, что идолопоклонство». Послушайте, очень интересное заявление. Послушайте, христиане, они не связывают себя с волшебством, с колдунами и волшебниками. Бывает, как редкое исключение. Они понимают, что это грех. Но у меня вопрос, откуда бывает, как бы, откуда появляются люди, на которых дьявол имеет влияние или даже одержимость. Подумайте, мы об этом мало рассуждаем, но одна из основных причин вот этот грех – непослушание. Это то же, что волшебство. Это то же, что колдовство. Да, вы к бабкам не ходили. Вам на гуще не гадали. Но еще раз повторяю, если вы непокорны, то это такой же грех, как волшебство. Я просто хочу взывать, кричать и вдохновлять всех жить, угождая во всем Богу. Запомните, это основная причина, почему многие попадают под влияние злых духов. Отказывайся подчиняться, твоя жизнь закончится в оковах. Это путь в никуда. Это медленная смерть. Поэтому самое лучшее мерило духовной жизни – это не всплеск эмоций, но это послушание Богу и людям во имя Иисуса Христа. Поэтому, к сожалению, многие, они ищут этих эмоций, новых переживаний и живут без дисциплины. Мы идем к молитве. Я сказал вам, результаты непослушания. Одно из них хуже предыдущего. И если вы остальные, даже просто не все запомнили, то я хочу вам сказать, что непослушание это такой же грех, как волшебство. Вот почему христиане не должны дружить с злыми духами. И их присутствие недопустимо в нашей жизни. Не навлекайте разрушением в свою жизнь. Проверяйте свое служение, свои действия. Я еще раз, ценность любого служения определяется покорностью, а не тем, что человек делает. Это непростой урок, я говорю очень искренне, но он страданиями приобрел навык послушания. люди непослушные, потому что страдать не хочется. Хочется жить так, как мне нравится, как я понимаю и все. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Последняя мысль, результаты непослушания, это жизнь без будущего. То есть, вы не сможете состояться в жизни. Вас на работе держать не будут. в церкви у вас ничего не получится. Семья будет постоянно, семью будут вашу штормить. Вы не сможете состояться в жизни, если вы идете путем неповиновения или послушания. Без послушания вы не выполните свое предназначение и своего призвания. Но я верю в то, что Бог заложил в вас огромный потенциал. и я хочу, чтобы у вас получилось с Божьей помощью. И это возможно, если вы пойдете путем послушания и смирения. К сожалению, у меня нет времени говорить о благословениях, которые приходят через послушание. Но их тоже очень и очень много. И я желаю, чтобы они пришли в твою судьбу и в вашу жизнь. Мы сейчас будем молиться, но я прочитаю вам хотя бы одно последнее. Я надеюсь, операторы меня поймут. Это жизнь в благополучии и в радости. Это жизнь, которая в послушании. Вот смотрите, мы сейчас будем молиться. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии или та свои в радости. Это благословение послушания. Если послушают, то проведут свою жизнь как в благополучии или та свои в радости. Это счастливая жизнь во благе. Это сердце принадлежащее Богу. И это сердце, запомните, блаженно. Наше послушание свидетельствует о нашей вере. Авраам послушал, причем обратите внимание, немедленно в тот же день ответил на призыв Божий и сделал то, что ожидал от него Господь. Поэтому он получил то, что обещал ему Бог. Мы сейчас будем молиться. Выбор за нами, но и результат будет следствие наших выборов. Как бы мне хотелось, чтобы все мы шли этим путем. Вы знаете, я сам учусь послушанием. До сих пор учусь. И я понимаю, какую цену надо платить, чтобы достичь результата. Я благодарю людям, тем, которые учили меня послушанию. И я благодарю Господа Бога, который многому меня научил. Я желаю, чтобы этот урок, он послужил для вас огромным благословением. Огромным благословением. Огромным благословением. Я верю в силу этого слова. Я отношу к себе, отношу к вам. Я хочу вам сказать, что благословение послушания, они даже трудно объяснили словами. Я прошу вас, послушайте меня. Я не знаю, как вы, например, прошлую проповедь анализировали или нет. Кто-нибудь скажите. Прошлое воскресенье. Но я вам трудно ответить, я хочу вам просто сказать, а кто-нибудь сеточку с йода делал кто-нибудь? Поднимите рук. Некоторые делали. Я и знал, что так будет. Знаете почему? Потому что некоторые спрашивали, мы не знаем, что такое йодистая сеточка. А некоторые говорили, что мы знаем, мы сделаем. Но я понял, еще не все сделали, это не так важно. Я вы меня поняли? Вы меня поняли? Так и то, что сегодня. Послушайте, это принесет вам пользу и благословение. Когда вы будете приметь это учение и будете распространять. Вы меня слышите? И будете нести его другим. Это значит, что вы что-то услышали. Церковь и семья расцветет. если люди, которые туда приходят или вместе живут, они послушные. Нет ничего, нет большего счастья для родителей видеть своих детей, какими. Вы готовы сказать аминь? Мы сейчас будем молиться. На нас смотрит небесный Отец. И для него нет больше радости, как видеть детей своих живущих в послушании. Да будет имя Бога благословенное. Ему вся слава ныне и в веки. Аминь.